Дорогие мои, я вас приветствую сегодня на своём канале. Шикарное настроение, я в шикарном аромате, с новой парфюмерной любовью, с новыми впечатлениями. Итак, фирма Усо. Сейчас, попозже, вот я уже вставлю распаковку, так скажем, самой посылки. Даже не распаковку, просто я покажу всю посылку, я покажу, что в ней было. Вот, но для начала, я уже аромат на себя нанесла, это просто великолепие какое-то. Этот аромат мне помогли на сайте выбрать, подобрать по моим предпочтениям. У меня есть 10% скидки для вас по промокоду Ясютина. На официальном сайте Усо вы можете сделать покупку. И ещё плюсом к скидке будет подарок в виде парфюмов 25 мл, либо 3 сэмпла в подарок. Да, вот такие вот маленькие миниатюрочки, которые я сейчас вам все покажу, дальше уже в распаковке. Итак, давайте посмотрим на самую посылочку. Вот такая большая посылка ко мне пришла. Это фирма Усо, значит, здесь в посылке 24 парфюма, это пробники, это линейка люксовая. 24 пробника здесь и мужские есть, которые вот тёмненькие, посмотрите, беленькие, это женские. Я для сегодняшнего обзора отложила уже партию, так скажем. Есть у меня два миста для тела, спрей для тела, мист для тела, для волос, спрейчики. В общем, вот такие прелестные боди мист. Они идут по 175 целых миллилитров. Дальше, так, брюль. Ну, в общем, распаковка без бриллианта невозможна, да, брюль? Ну, в общем, даже кот заинтересовался, даже кот заинтересовался. В общем, вот второй мист вот такой. Я, наверное, его открою первым. Здесь нарисованы кокосики. Как-то что-то мне прям потянуло на кокосики. Дальше. Я сама не вскрывала. Я хочу вместе с вами это всё произвести. Вот такой вот чудесный аромат Уса. Это линейка именно люкс. Лимон и жасмин. Мне этот аромат рекомендовали. Был такой подбор, да, небольшой подбор. Кстати, все ссылочки я вот сейчас вам попозже всё расскажу. Ну, брюше нравится. Ну, слава богу, бриллиант. Ну, главное, тебе нравится. Что за любовь у тебя, глянь, проснулась? Я валяюсь. Я прям даже оставлю этот кадр. Брюль, ну мы это продолжим, ладно? Можно мы продолжим? Ну, в общем-ка, афродизиак, по всей видимости, какой-то здесь есть. И вот такой вот интересный, скажем, аромабокс у меня есть. Это снова, видите, вот такие вот Уса, парфюмы Уса. Здесь, значит, у меня восточный женский сет под номером один. Здесь пять ароматов по три миллилитров. Это именно линейка люксовых парфюмов. Именно вот такие люксовые ароматы. Вы можете, кстати, купить, да, выбрать сразу пять штучек по три миллилитра. Это выходит в 15 миллилитров. И самое, что интересное, ценник очень-очень даже бюджетный. Рублей 700 вот такой вот сет стоит. Вам его хватит, мне кажется, на месяц. Тем более, что разные ароматы на разные случаи жизни. Ну, в общем, давайте вскроем вот этот прелестный аромат и приступим уже к видео. Итак, давайте распакуем вот этот прелестный аромат. Бриллиант нам будет помогать. Музыкальное сопровождение тоже бриллианта. Слова бриллианта, музыка бриллианта. Едем. Я так хотела сделать это сама еще вчера, но я сдержалась. Хотя этот аромат я носила именно вот здесь. Вот эта миниатюрка. Это тот же самый аромат лимон и жасмин. Я его выгуливала. Я наслаждалась. Просто масса положительных эмоций. Сейчас буду делиться. Вернусь я в кадр, естественно. В общем, вот такой вот. Боже мой. А, все, я же вчера рассматривала. Здесь мы его вот так вытаскиваем с картона. Очень-очень прям так добротно, так дорого сделано. Прям действительно, знаете, люксовый аромат. Даже я бы сказала не люкс, а больше ниша. Ох, 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 ох. Вы посмотрите. Даже что-то положил. Ой, не могу. Ноты. Лимон, кедр, розовый перчик. Что там вот? Нарцисс, жасмин. Тиковое дерево. Ирис, пачули. Мускус. Что это за уайт? В общем, цветочный. Особо-то и не фруктовый. Прелестный парфюм. В общем, на вот такой вот бархатной подушечке. Смотрите. Ну, конечно, красиво. Флакончик 50 мл. Но вся вот эта люксовая их линейка, она вся по 50 мл. Ну, шикарно, шикарно. Все, наношу именно из этого флакона. Ох, вы посмотрите, какое... Ой, Брюша убежал. Посмотрите, какое распыление. Я сейчас буду наносить, чтобы вам было видно в камеру. Очень классно. Настолько мелко дисперсно. И распыление, знаете, вот прям под огромным таким углом. Ой, все, благоухаю, не могу. Ой, стыка шедевральная, шедевральная. Вы знаете, я немножечко изучила на официальном сайте о бренде, да, Уса Креэйшн. Я немножечко прочитала, расскажу, что я запомнила. В общем, это Турция. В основном вообще это все изобреталось Турция и Азия. Это турецкие парфюмеры. Это как мы любим с вами. Это все ярко, это шлейфово, это с маслами. Главное, что... Вроде как Уса Креэйшн это номерная парфюмерия. Ну, я так ее раньше называла, и все мы так ее раньше называли. В общем, смысл здесь какой? Они вдохновились, как я так поняла, из истории бренда. Например, Шанель номер пять был сделан просто под номером, да, без какого-то такого названия. Поэтому они тоже этим вдохновились и добавляли просто номера к названию ароматов. Да, это аналоговая, можно сказать, аналоговая парфюмерия. Но это действительно что-то похожее. Это аналог. Это не копия, это не полное соответствие какому-то брендовому аромату. Все-таки концепция бренда такая. Взять какой-то очень-очень известный аромат, но переделать его под себя. Они в основном сглаживают какие-то острые углы, да, в общем, убирают какие-то неприятные ноты, которые есть в каких-то известных парфюмерных композициях и создают уже прям свой аромат. Конечно, ароматы получаются похожими на те ароматы, которыми они были вдохновлены, но все-таки это своя собственная парфюмерная композиция. У меня в руках аромат, который я носила из пробирки, как я уже сказала, лимон и жасмин. У меня по раскладке В12 это аналог на Chanel Chance O'Fresh. Так вот, я, честно говоря, как-то я не помню его, сам оригинал. Тендер мне больше нравился, и как-то я, ну, не слишком любила, тестировала этот аромат в оригинале, да, в Chanel. Ну вот, в общем, этот аромат мне помогла подобрать девушка. Я уже несколько раз вам сказала, я оставлю обязательно ссылку. У них есть, естественно, свой сайт, у них есть телеграм-канал, у них есть вообще все соцсети, я вам пропишу, оставлю. И также есть такая небольшая группа, куда вы можете обратиться, и с вами там персонально будут работать и подбирать по вашим предпочтениям аромат, как было здесь с этим ароматом со мной. Потому что у меня спросили, какие ароматы я люблю. То есть я хотела на лето, я хотела свежий аромат, но при этом у меня уточнили, свежий какой, какие ноты в профиберии я люблю. Я сказала, что я люблю белые цветы, я люблю цитрусы. И мне очень-очень рекомендовали именно этот аромат. Я волновалась, когда посылка ко мне шла, но это прям попадание. Это нечто. Еще линейка Уса Креэйшн, именно люксовые вот эти ароматы, их вот такая, да, отдельная линейка, она сейчас представлена даже на официальном сайте в Литуаль. Так что если у вас есть скидка 25% Литуаль или 20%, бриллиантовая, да, карточка, то вы можете приобретать также со скидкой ароматы от Уса Креэйшн, люксовую линейку на сайте Литуаль. Еще есть, конечно же, на Валберис. На Валберис я бы вам посоветовала приобретать именно боди-спрей, потому что там они гораздо дешевле, чем на их официальном сайте. Ну, я не знаю в процентном соотношении, но как я вот вчера смотрела, рублей на 700 идет сейчас ценник ниже, чем на их официальном сайте, на вот эти боди-спреи. Поэтому на Валберис сейчас тоже идет большая распродажа, выгодно их покупать именно там. Ну, а, наверное, люксовую линейку выгодно покупать через Литуаль. Так что давайте, в общем, обсуждать аромат. Аромат прекрасный, аромат превосходный. Как я сказала, я боялась, я переживала. Я не стала у мамы забирать другой Уса, который я покупала очень-очень давно. Он у меня как раз-таки в такой вот миниатюрочке, 25 миллилитров. 25 миллилитров выглядят флаконы точно так же. Это не какая-то колба, пробирка. Это точно такой же флакон. Вот этот флакон я купила, наверное, год назад. Была абсолютно расстроена, потому что выбирала я не по своим предпочтениям, не по пирамиде. Я просто выбирала по ценнику, покупала на Валберис, вот какой был, понимаете, там 100 миллилитров за 500 рублей. Тот я и купила. Конечно же, полное разочарование. Конечно же, я не хочу пользоваться этим ароматом. Хотя, в принципе, через год, знаете, мы уже друг к другу привыкли. Но все по этому аромату, что я ощущаю, как долго я его ощущаю, потому что я его действительно тестировала. Я не хотела вскрывать коробку, хотела вместе с вами, но при этом из пробника я носила вчера. Я нанесла пол пшика, маленьких-маленьких, растерла вот так пальчиком, с такой вот экономией. Знаете, он как-то, ну, он не так раскрылся, когда я нанесла на себя, на руку два обычных распыления, да? Я нанесла эти два распыления. Как мне и обещали, что аромат очень сочный, очень яркий, очень шлейфовый, освежающий. Это действительно так. Я вышла во двор, муж занимался там строительными какими-то делами. Чтобы вы понимали, это было не вот сейчас, я нанесла и пошла. Прошел какой-то, ну, может быть, час. Я вышла на улицу, и опять же, чтобы вы понимали, я не подошла вплотную к нему. Я вообще к нему не подходила. я находилась где-то полтора-два метра от него. И он занимался своими, опять же, строительными делами. И он с таким удивлением, знаете, спрашивает, он ли говорит, ты что, в душе только была? Дело в том, что как бы, ну, это уже было не утро, это как бы не вечер, и после обеда я в душ не хожу. Ну, то есть, это было бы для меня, ну, немножко несвойственное, поэтому, видимо, это вызвало в нем прямо действительно удивление, потому что он был уверен, что я была в душе. То есть, такая свежесть, именно чистота такая. Но при этом этот аромат очень лимонный. По-моему, даже заявлен цитрон. Очень жасминовый. Жасмин, ну, он какой-то, знаете, такой, ну, как бы, не сильно кремовый, не слишком такой удушающий, не индольный ни в коем случае. Вот красиво так все это вместе, и я не понимаю, что больше, жасмин я слышу, либо лимон. Вот. И, то есть, вот как бы, муж вот так вот у меня поинтересовался. Прекрасный аромат, свежий, сочный, яркий, не слишком лимонный, хотя лимон очень ощутимо, особенно вот при первом таком, да, распылении, там действительно вот прям цитрон. Потом вот очень много жасмина. Что еще я заметила в базе, он очень-очень такой древесный. Да, там есть мускус, но и древесные ноты там очень явно слышны. Все-таки, знаете, он, он не унисекс, ни в коем случае. Это исключительно женский аромат, но вот эта древесная база, это так дорого звучит. То есть, он вроде как и, можно сказать, после душа, но при этом это прям парфюмерная, классная, крутая композиция. Очень дорого звучит. Такой вот, какой-то вот он, ну дорогой. Я даже не знаю, как его описать. Знаете, я когда потом уже прочитала, что это вроде как аналог на Chanel Chance of Fresh, я не знаю, как звучит фреш, но мне кажется, это вообще какой-то отдельный аромат, который я просто обожаю уже сейчас. И я понимаю, что он в жару, в зной классно подойдет, учитывая вот эту вот мощь просто цветочную, просто вот он настолько красивый. Скорее всего, вот эту душистость, которую он, да, вот раздает, этому тоже способствует розовый перчик. Так явно я его не ощущаю, но вот, как красиво. Всегда мне нравится сочетание розового перца, белых цветов и древесных нот. Ну это превосходное звучание, это люксовое, дорогое, классное вообще звучание. У меня вчера даже была такая мысль, что я уже начинаю его экономить этот аромат и что мне нужно запастись этим парфюмом. Знаете, бывают такие ароматы, наверное, я слишком долго буду про него говорить, но очень много мыслей и те, кто любит ароматы, я думаю, вы меня поймете. Бывают такие ароматы вашей коллекции, которые вы покупаете, это как бы плюс-минус, ну вот, все то же самое. Вы это видели, вы это слышали, вы это обоняли, у вас это есть. Это может быть, как я их называю, розовые водички, да, это такие вот фруктовые поливашки, и они могут быть разные, разные ценовые категории, разных брендов, но плюс-минус все это, не то, чтобы они все идентичны, но они взаимозаменяемые. А есть те ароматы, с которыми вы знакомитесь и вы понимаете, что даже если у вас 300-400 флаконов в коллекции, вот такого не было. Хотя, белые цветы, цитрусы, ну что, ну что там такого необычного. Ну да, с розовым перцем у меня не было цитрусов и жасмина. Здесь, по-моему, есть еще какие-то такие пудровые ноты. Да, они есть, но их очень-очень мало. Я сначала удивилась, когда прочитала, что вообще в пирамиде, ну я не помню, ну что-то вроде гелиотроп, да, заявлен. Я удивилась, потому что, ну он не пудровый совершенно, но все-таки вот этот перчик еще, он перекрывает вот такие легкие припудренные нотки, и за счет этого, мне кажется, аромат становится очень шлейфовым, просто безумно диффузным. Он освежает, он бодрит, это не тот лимон, который вот прям кислятина, он довольно цветочный, он очень дорого звучит, он даже празднично звучит, хотя можно сказать, что вы после душа, и вот эта древесная база или древесный стержень, знаете, в самом аромате он дает очень дорогое звучание, и, ну, люксовое звучание, что уж там говорить. В общем, я безумно довольна. Я давно думала, повторить ли мне знакомство с у Сакриэйшн, но так как первые два аромата были вообще мимо меня, я решила, что это просто не моя линейка. На самом деле нет никаких ретро нот, нет никаких вонючек, нет никакого-то некрасивого раскрытия. Я очень-очень довольна вообще, что этот аромат есть у меня сейчас, и в ту подборку, которую я делала на первые две недели, да, этого месяца, я думаю, что никакими ароматами я уже в принципе не согласна пользоваться, но только он. Он великолепен, хотя другие я еще пока не тестировала, этим уже будем вместе с вами заниматься, да, ну, это, конечно, просто, ну, я не знаю, но это вообще, это просто, какие молодцы. Мне кажется, что в компании какой-то ребрейдинг произошел, вот эти вот старые ароматы, мне кажется, поснимали вообще с производства, ну, насколько я так слышала, других блогеров, то есть какие-то старые ароматы, которые они покупали, они часто говорят, что этого аромата уже нет, его сняли, то есть я думаю, что-то прям там поменяли, какую-то концепцию, да, возродили, может быть, этот бренд, и это великолепно, просто великолепно. Мне нравится, что можно купить и 25 миллилитров, и 40 миллилитров, я видела, и 50 я видела миллилитров, 80, 100, в общем-то, как-то, знаете, каждые разные ароматы, вот я заходила на сайт, там можно как-то по-разному выбирать, я не знаю, я очень-очень рада, в общем, знаете, где брать, ну, в принципе, в Литуаль будет дешевле, можно зайти на сайт, на сайте дают подарочки, да, например, на сайте также мой промокод действует, 10 процентов, скидка, плюс 25 миллилитров парфюмчик, либо сэмпл из 3 миллилитров, либо вы можете познакомиться с вот таким, да, сэмплом, 700 чем-то рублей он стоит, на мой взгляд, это супер бюджетно и супер дешево, потому что, ну, это получается 15 миллилитров, знаете, я еще так вчера даже шутила, вот эта коробка, где 24, да, пробника, вот это, и я понимаю, что мне можно вообще 3 месяца уезжать куда-нибудь на остров, и мне этих ароматов хватит, то есть, на любой вкус, на любой день, под любое мероприятие, пожалуйста. Итак, давайте я вам покажу мужской аромат, мужские тоже представлены, конечно же, это грейпфрут и тубероза, меня заинтересовало вообще само это название, это М21, так как меня заинтересовало самообще грейпфрут и тубероза, я подумала, что это будет свежо, это будет цитрусово, я люблю мужские цитрусовые ароматы, муж мой, кстати, не очень любит цитрусы, но этот аромат ему понравился, их мне штук 6-7 прислали мужских, но вот этот, на мой взгляд, я еще и все не тестировала, но, по-моему, он самый лучший, это именно М21, он аналогом является лакост, белый, белый лакост, это, по-моему, какой-то один из новых лакост, ну, как новых, не в этом году вышедший, но один из новинок, да, в общем, 3 миллилитра, огромное количество, на самом деле, с этой стойкостью, с этим шлейфом, он очень красивый, он действительно мужественный, он очень древесный, я уже не помню, не буду зачитывать пирамиду, я вам просто расскажу свои впечатления, когда вообще я вчера его начала наносить, вдыхать, это довольно сексуальный мужской аромат, хотя сами вот эти флаконы лакост, что женские, что мужские, я помню, когда они только начали выходить в продажу, я их тестировала, и, честно говоря, мне ни один не заинтересовал, хотя раньше я любила лакост, фирму, у меня был аромат Touch of Pink, по-моему, от лакост, и, в общем-то, он мне нравился, но вот вот эти вот все новые линейки, они меня вообще никогда не заинтересовывали, я как-то проходила мимо, хотя тестировала, это прям люкс-люкс, люкс-люксович, цветочный, свежий, водянистый, прохладный, с цитрусами, даже, может быть, с каким-то перчиком аромат, очень красивый, это, знаете, когда, ну, мужчина не 17 лет, не 18 лет, то есть это еще прям, ну, не подросток, не ребенок, а именно уже такой мужчина, но мужчина молодой, мужчина, может быть, достаточно состоятельный, такой весь опрятный, подкачанный, ну, классный, он такой освежающий, но все-таки такой вот брутальный аромат, но красивый, очень красивый, я вообще думаю, может быть, мужу такой заказать, мне он действительно очень понравился, единственное, что муж постоянно говорит, что мне и так много ароматов, перестанет это делать, в общем-то, мне кажется, он этими пробниками, знаете, будет долго еще пользоваться, в общем, я бы советовала для покупки М21 вот такой вот грейпфрут и туберос, если вы хотите для мужчины сделать подарок, и, в принципе, даже на лето, очень красивый, очень шлейфовый, такой прям добротный, хороший, люксовый парфюм, который, знаете, вот есть такие ароматы, которые девушки на них обращают внимание, да, когда парень прошел, а вы оборачиваетесь, вот это он, вот это он, этот аромат, прекрасный, красивый, немного освежающий, немного цитрусовый, и мне кажется, даже такой перченый слегка, но, ух, классный, могу ли я его отнести к свежим ароматам, ну, да, наверное, могу, классный, я бы вообще с удовольствием обоняла бы этот аромат от своего супруга, дальше, давайте вскроем мист, например, для тела, мне кажется, мы уже долго болтаем, но какие-то еще ароматы мы обязательно с вами вскроем, посмотрим, мне очень интересно вскрыть мист для тела, я думаю, что, если это тоже, это же производство, естественно, я думаю, что даже мист для тела будет иметь какой-то аромат на теле, хотя бы тот же час-два, это может быть для увлажнения, это может быть после душа, очень приятно для волос, для тела подойдет, значит, вскрываю, инжир нарисован и кокос, ну, это явно будет не свежак, но это довольно летний все-таки аромат, мне интересно на сочетание инжира и кокоса, так выглядит, значит, здесь тоже такая вот книжечка, такая вот пометочка, нарисовано шесть мистов для тела, такой вот, и сам флакончик, ой, какой красивый, девочки, он непрозрачный, он пластик, но пластик такой очень-очень плотный, его не согнуть, он так еще, знаете, блестит, как стекло, прям, вот такой вот прелестный Body Mist Tropic Dream, ну, давайте наносить, ой, он такой вкусный, он такой нежный, он кокосовый, но, о боже, все, я буду, нос зачесался, он кокосовый, но это кокос непритерный, незаслащенный, такой, знаете, вот просто вдохнуть невозможно, нет, есть в нем цветы, ваниль, ваниль, ванильная орхидея, вот, что-то такое, кокос, ванильная орхидея, но здесь за счет того, что это Body Mist, это не звучит, как парфюм, и очень-очень громко и сладко, хотя он сладенький, он такой, прям, приятный, и инжир, ну, инжир особо, вот он был, как-то в старте, а сейчас как-то ушел, все-таки он такой, знаете, кокосово-цветочно-ванильный, именно, не сама ваниль, а вот именно, да, вот, цветочность такая, вот, с ванилью, красивый, красивый аромат, мне прямо он очень понравился, целых 175 миллилитров, на вечер, я же люблю, перед сном наносить на себя, какие-то такие вот, вкусняшки, вот я думаю, что этот мист будет сладковатый, а другой, который у меня в посылочке остался, да, в зале лежит, я думаю, что он будет такой цветочно-освежающий, но мне так кажется, ну, в общем, я сейчас именно хочу кокос, да, можно его брать куда-то на пляж, так, знаете, прям, ух, классно, в общем, я очень-очень, я очень-очень довольна, на Валберис, он стоит гораздо дешевле, повторюсь, чем на официальном сайте, так что, пожалуйста, приятно пахнет, уходит он как-то так с кожей смешивается, и просто очень приятно пахнет, классно, я думаю, что он будет все равно какой-то шлейф даже давать, но обычно даже мисты для тела могут шлейфить, если вы где-то на природе, то можно им даже и воспользоваться, ну что, мои дорогие, давайте еще какой-нибудь аромат с вами обсудим, все-таки, я, в принципе, все выбрала довольно, довольно такие легкие в эту подборку, так, ну, лимон и жасмин, это то же самое, что и мой полный размер, дальше у нас есть розы смузг, я думаю, что это будет аналог на розы смузг, как манталь, это номер 80, дальше пиони фрути, не знаю, на что это аналог, лимон и эйпл, давайте какой выберем, как будто бы я вот читаю вас, давайте розы смузг, потому что этот аромат есть у меня, он есть у меня в отливантах, с рандеву, поэтому мне будет легче определить, насколько похож, не похож, и вообще как бы дать свою оценку, потому что этот аромат, я не знаю, как он похож на оригинал, или не похож на оригинал, мне кажется, он более женственный здесь, чем в оригинале, потому что я слышала отзывы на аналоги, на Chanel Chance о фреш, и это на границ унисекса, да, я согласна, здесь есть древесная такая составляющая, да, которая, но это все равно для меня не унисекс совершенно, он очень женственный аромат, еще вернусь к этому аромату, вчера у меня была такая мысль, на что он похож, не похож по звучанию, а как бы, знаете, как ожидание и реальность, я очень давно смотрю про аромат блогеров, да, отзывы Нобеля Магнолия, Аква Депарма Нобеля Магнолия, и хотя он про Магнолию, но говорят, что он настолько цитрусовый, настолько яркий, что это просто Италия во флаконе, в общем, шедевральные какие-то, знаете, такие вот описания, и я его по описаниям каким-то сладковатым, ярким воспринимала, именно каким-то вот апельсином таким, мне подписчица прислала отливантика этого аромата, и я была удивлена, что он очень древесный, да, он очень цитрусовый, вот, например, у меня есть от Фаберлик, да, кто меня смотрит, аромат Дона Феличи, он древесный и слегка цитрусовый, так, например, Нобели Магнолия, он все-таки цитрусовый, но в нем очень много деревяшек, что все-таки дает, ну, не строгости, но вот что-то такое дает, да, и это дороговизна, это бесподобное звучание, так вот, этот аромат тоже такой, вот в нем так много деревяшек, но они не перевешивают женственность этого парфюма, но дают, но дают вот какую-то элегантность даже, люксовое действительно звучание, вот что я хотела еще отметить по поводу этого аромата, который у меня в полном размере, который лимон и жасмин, действительно лимон и действительно жасмин, и действительно слегка перченый, очень диффузный, очень освежающий, но при этом это аромат не просто вы после душа, это аромат на какие-то важнейшие мероприятия, вообще в принципе вашей жизни, вот в общем и очень древесный, вот есть в нем тоже такая составляющая, вот он мне напомнил сочетание цитрусов и деревяшистостью этой, это аквадепарма, нобелемагнолия, но это совсем другие ароматы, вообще разные, цитрусы разные, там все-таки, наверное, больше действительно апельсины, а здесь именно лимон и прекрасный жасмин, в общем все, затарахтела, давайте розу смуск, протестируем еще розу смуск, и на этом все, потому что обзор получается просто огроменным, ну вот сегодня меня по полной программе, хочу разговаривать, ну нравится, потому что нравится, знаете, когда вам не нравится, вам как бы сказать особо нечего, поехали, розу смуск, V80, я сейчас сразу пойму, хотя бы, да, да, все, даже я нос не поднесла, это аналог на манталь розу смуск, ну, нужно смотреть раскрытие, по первому впечатлению это оно, я бы, если бы услышала от кого-то, я бы подумала, что это манталь розу смуск, муск, вот, это так же древесно, это немного свежо, это немного имеет кислинку, но кислинка другая, в манталь розы смаз, вообще в принципе, манталь имеет вот эту кислинку, я сначала не понимала, что кислит, потом мне девчонки написали, что это мускус у них так кислит, мало в каких ароматах манталь нету, такие кислинки, в основном она везде, я думала, что это розы кислит, что-то там вот это вот кислит, бродит, не знаю, что, вот эта кислинка, здесь ее немножечко тоже воссоздали, но она другая немного, нет ощущения, что что-то бродит, да, аромат даже более свежий получил, зачем у манталь розы смаз, немного, немного медицины даже я слышу, вот такая вот свежесть, не бинты от Бакары, да, вот эти вот неприятные, а вот прям свежесть, свежесть такая, он более свежий, он более древесный, он более свежий, роза чувствуется больше, все-таки в старте, а потом как-то он уходит, ну, я буду еще носить, конечно, мы будем возвращаться к этим ароматам, я буду о них еще рассказывать, потому что они будут заканчиваться, да, я буду снимать ролики, какие ароматы носила, какими собираюсь пользоваться, и мы всегда их будем все-таки обсуждать, да, но вот сейчас, по первому впечатлению, здесь розы меньше, здесь фруктовой составляющей практически нет, он гораздо, гораздо более свежий, чем оригинальная версия, я чувствую здесь действительно, медицину, бинт, просто бинт, чистый стерилизованный бинт, без, без вот этих вот, знаете, бакарарушевских вот этих оттенков, которые там, стоматология, что там еще и люди, нет, нет, ощущают вот эти вот там, грязные использованные бинты, пробула там, в крови там, гнойные, нет, 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 здесь прям свежесть, свежесть, и ароматы, кстати, очень игривые, потому что иногда, раз, роза пропала, да, вот как в этом случае, а потом она все-таки появится, вот сейчас она опять ко мне вернулась, но очень свежий, здесь есть что-то прям такое свежее, я думаю, что это все-таки древесность такая, просто вычищенная, такое выбеленное, знаете, белое полотно, белое полотно, ватман, белый ватман, на который положили маленький чистый кусочек, вот отрезанный бинтика, вот как-то, вот так это пахнет, вот эта чистота, вместе с привычной древесной базой Монталь Роза Смазка, вместе с вот этой вот Розой, Роза там все-таки для меня, в принципе, она раскрывается очень красиво, уходит в древесность в оригинале, и она даже немного освежает, здесь вот она даже со старта такая, вам не нужно ждать, допустим, мне нравится Роза Смазка от Монталь, но я люблю, я обожаю это раскрытие, вот той уже слегка сладковатой Розы, Розочки ее уже нет, вот здесь ее сразу нет, то есть все-таки это аромат похож на Монталь, действительно, но это совсем другой аромат, все-таки с ними нужно знакомиться, вот эти сэмплы, между прочим, они представлены и на официальном сайте, их можно поштучно купить, стоят они рублей 150, по-моему, 160, что-то такое я смотрела, то есть в принципе, это, кстати, даже классно, потому что от Леванта же мы всяких разных вот этих парфюмов мы покупаем, а здесь от Леванта в целых 3 миллилитра, а стойкость и шлейф просто на ураль, знаете, вот в поездку на море просто купила 5 от Левантов разных, можно же не... О, посмотрите, я пшикнула, и посмотрите, что, а оно не вытирается масла, девочки, очень-очень, парфюм обогащен очень вот этими всякими маслами, ну, я же говорю, здесь стойкость действительно хороша, очень хорошая стойкость, поэтому, знаете, можно купить себе какие-то 2-3 любимых аромата, плюс-минус, да, конечно, вчера у меня вообще был разговор в комментариях не за этот бренд, но за аналоговую парфюмерию, что это прям ужасно, все прям просто жутко, наверное, если вы любите конкретный аромат, конкретного люксового или нишевого бренда, то покупайте, конечно, его. Если вы просто хотите для себя классно звучащий шлейфовый стойкий аромат в духе, например, да, там, Chanel Chance of Fresh, чтобы освежиться на лето, чтобы круто пахнуть, чтобы все замечали, чтобы это было действительно люксовое хорошее звучание, и вам делали комплименты, то, пожалуйста, тут, знаете, вот как бы выбирайте сами. Я не знаю, как пахнет оригинал, но я настолько влюблена именно в этот аромат, и я уверена, что он не идентичен, но мне вот этот аромат нравится больше. Насколько я знаю, оригинал более зеленый, более травянистый аромат, а здесь вот этих вот равных нот нет, и вот эти вот прям, знаете, унисексовые, такой зеленые ноты нет. Он более женственный, мне вот он больше нравится, например. Поэтому вот, в общем, смотрите сами. Так что аромат Роза Смуск, он очень похож на оригинал, он более свежий, более чистый, более вычищенный. Роза чувствуется. Это, знаете, какой-то такой был перепад, когда я только нанесла, и вроде как уходят вот эти первые пары, и вроде как и роза ушла. Нет, она вернулась. Но вот по сладости Монталь Роза Смуск и вот этот аромат Роза Смуск от Уса, это под номером В80, он менее сладкий, он более древесный, более, ну как, древесный, не оба древесного, он более свежий. В общем, имеете в виду, я, конечно, буду пользоваться. Мне прям хочется 25 миллилитров. Я не знаю, какого аромата нужно выбрать, нужно, в общем, посмотреть. Вот эти два аромата я все-таки, ну, можно, конечно, с вами, давайте их обсудим, я просто не знаю, ну что это. Лимон и Эйпл. Ну, можно посмотреть, давайте распылю, расскажу свое мнение, да, хотя бы так бегло быстро, потому что очень много мы наболтали, ну, простите. Значит, лимон и Эйпл. Мне кажется, очень интересно, яблоко с лимончиком, интересно, что это за аналог. Значит, V20, Dolce & Gabbana Light Blue. Да, Dolce & Gabbana Light Blue. Пары, видите, где рука моя находится, и вот оно идет, и идет шлейф Light Blue. Все. Ну, что тут скажешь? Dolce & Gabbana Light Blue. Единственное, что... О, как я не шлейфовую. Единственное, что... И такой манталь прилетает. Единственное, что... В раскрытии, конечно, немного другой. Древесно-лимонный, я не знаю, где тут яблоко, и мне кажется, в первой, в оригинальной, в версии, в флагмане, да? Яблоко, по-моему, не заявлено вдольте Dolce & Gabbana Light Blue. Яблочко было, по-моему, заявлено в версии Light Blue Intense. Вот там уже было в пирамидке яблочко. Поэтому, возможно, здесь, как бы, да, вот просто такая была импровизация. Может быть, это на Light Blue, на классику, а в принципе, не все очень похоже. Я недавно снимала видео на какую-то новинку прошлого года, да, Dolce & Gabbana Light Blue, там еще что-то вышло. И вот это все, в общем, плюс-минус похоже. Кто-то больше древесный, кто-то больше цитрусовый, кто-то больше цветочный. Но, вот эта ДНК Dolce & Gabbana, она, конечно, узнаваемая. Очень освежающий. Вот он немного похож на Дона Феличу. Феличу. Вот он немножечко похож на Дона Феличи от Faberlic. Вот этот древесный, древесность такая прям. Такая разогретая, теплая. Но здесь больше цитрусов. И этот аромат мне нравится больше. Да, да, девочки. То есть он, это не копия Dolce & Gabbana Light Blue. Первый пшик пошел. Может быть, шлейф люди будут так же воспринимать, как ко мне этот, да, вот шлейф, скажем так, аромата дошел. Но если вот разнашивать, разнюхивать его, то он больше уходит в древесность все-таки. И он действительно похож на Дона Феличи от Faberlic. Но шлейф и стойкость совершенно другие. Поэтому, в общем, имейте в виду. Значит, лимон и аппл мы определили. Я сразу поняла, несмотря на какие-то там фрагрантики, какие-то там таблицы от Usacration. это императрица. Это Dolce & Gabbana Light Blue. Пиони и Фрути. Давайте, что это за аромат, я, честно говоря, не очень знаю. Это V84. Вдруг я тоже угадаю. И вот, кстати, можно определить как раз-таки, насколько похожи эти ароматы. Потому что, ну, я их, например, и так угадываю. Так, Пиони и Фрути. V84 вот такой вот жёлтенький. Но я надеюсь, что он тоже свежий. Хотя нет, наверное, откуда тут фрукты и пиончик, да? Ну, в общем, я не подношу. Я жду, может быть, такое озарение ко мне придёт, и я пойму, что за аромат. Флёр Наркотик. Это Флёр Наркотик от Икс Нила. Девочки, V84. Очень древесный, очень личиевый, с зелёными оттенками, очень фруктовый. Он ярче, чем оригинал, как, например, в версии Шейк. Но не настолько назойливый, как в версии Шейк. Версию Шейк, она больше, больше мшистая, больше зелёная, больше такая пронзительная, зубодробительная. И этот аромат я могу носить только в зимнее время года. У меня есть ещё аналоги на Флёр Наркотик, которые я могу носить только летом, только зимой и как бы осенью, весной. То есть они вроде бы, знаете, вот тоже очень интересны. Это аналог на всем известный нам аромат. Сколько бы я аналогов не тестировала, они все разные. И из них кто-то мне нравится больше, кто-то меньше, даже больше, чем оригинал, потому что ну оригинал для меня это только лето, а какой-то аромат, например, другой, это уже на навсегда, на повседневку, на осень, весну и лето в том числе, ну на вечер. Вот этот аромат, если сравнивать с Шейком, он более тонкий, он более такой какой-то интеллигентный, очень фруктовый, зелёный действительно, древесный, он имшистый тоже, как и в Шейке, но он как-то так более интеллигентно сделал, кстати. А в классической версии, вообще в оригинале, он вообще более тонкий, он более такой летучий, какой-то полупрозрачный, то есть всё-таки немного, знаете, особенно вот турки, они любят преувеличить. Но вот здесь я смотрю из всех остальных ароматов, ну они добавляют своё, конечно, потому что Dolce & Gabbana Light Blue, он очень древесный, он, ну, он узнаваемый, что это похоже на Dolce & Gabbana, но это, скажем, совершенно другой аромат, свой собственный, за что, кстати, бренду и отдельное спасибо, потому что есть такие ароматы, которые вам нравятся, что-то похожее бы вы носили, а вот именно этот аромат, он уже просто надоел. И вот к таким парфюмам вы можете прибегать, и у меня появился такой, моя следующая хотелка, в следующем обзоре на эту фирму Nausa я вам её покажу, эту хотелочку, я её просто хочу ещё дома разносить, понять, действительно, именно так этот аромат раскрывается, вот как я уже, да, хорошо знаю, как раскрывается лимон и жасмин, потому что я его носила, я его знаю, уже просто вдоль и поперёк, я знаю стойкость, давайте так, шлейф в самом начале 2-2,5 метра, потом метр-полтора, очень шлейфовый, стойкость, 8-10 часов явно громко шлейфит, вот эта линейка, которая люксовая, вот там действительно вот такая стойкость, и такой шлейф ароматов, то есть я его уже носила, я его знаю, я хочу, в следующей подборке у меня появился любимчик, который скорее всего будет мной всё-таки приобретён, но я хочу ещё раз протестировать, то есть действительно ли он так раскрывается, это максимально известный бренд, максимально известный парфюм, но его сделал Уса Крейшен по-своему в очередной раз, и это бинго, это бинго, я искала эту ноту, ну в общем я потом расскажу, потому что эта нота только в этом парфюме, понимаете, аналогов у меня куча уже собралось, даже как бы нечаянно я покупаю, я понимаю, что это аналог на вот этот известный аромат, я просто покупала по пирамидке, я хотела вот там пару сочетаний, но я хотела в другом как бы исполнении услышать, и здесь, по всей видимости, я нашла тот аромат, который я хотела, всё, в общем, мои дорогие, давайте мы с вами закругляемся, я просто испшикалась вся, я благоухаю, благоухать буду ещё, видимо, долго, потому что стойкость достойная, ароматы достойные, я удивлена, я покорена, конечно же, я очень рада, ну, тут просто, опять с плюсом, если, да, вы считаете, что это не полное попадание, в некоторых парфюмах меня это радует, что это не полное попадание, а что всё-таки аромат, немножечко, я сделал аромат под себя, да, вот эту всю композицию немножечко переделал, причём на сайте это всё и прописано, да, то есть они так и заявляют, что это не полное попадание, что всё-таки они взяли парфюмированную композицию, да, известную, но они её немного переделали, немного смягчили, немного улучшили, сделали более носибельной, более люксовой, более восприимчивой для всех, и вот уже, как бы, пожалуйста, свой аромат. Кстати говоря, вот эти вот штуковинки здесь, видите, такие вот, я на них вчера камеру наводила, на вот эти вот QR-коды, и открывается сайт именно турецкий, сайт USA Creation, вот так, я не знаю, почему не российский, но у меня, в общем-то, открывался по этим QR-кодам турецкий сайт, в общем-то, в принципе, да, это Турция, масла, громкость, шлейф, очень люблю турецкую парфюмерию, очень люблю, все арабы, Эмираты, вот это вот все, Турция, это вот вообще все ко мне, все ко мне, я, конечно, понимаю, что, возможно, я задушила уже всех и вся, но я ничего с собой не могу поделать, мне это очень нравится, мне вот, знаете, чем громче, тем лучше, чем дольше стойкость, тем круче, чем шлейф длиннее, тем я довольнее, вот как-то так, все, мои дорогие, в общем, мы рассмотрели, в принципе, с вами сегодня пять ароматов, я даже угадала, кто из who is who, единственное, что вы, о, флер наркотик, девочки, ну, это очень похоже, это очень похоже на оригинал, причем похоже, знаете, как, он чуть-чуть громче, чуть-чуть насыщеннее, чем оригинал, но он не такой, как шейк, то есть, его носить легче, его носить можно и весной, прекрасно подойдет, и летом, ну, все-таки больше на вечер, да, летом, а вот шейк я только в мороз могу носить, ну, вот так, но он для меня чересчур, он, кстати, раскрывается в жару, вот это вот там, ну, даже некрасиво, немножко потно, вот этот нет, это вот прям, ну, красиво, аромат красивый, в принципе, все мы знаем, как звучит флор наркотика, это безумно узнаваемо, шлейфово стойка, что еще нужно, 50 миллилитров, знаете, такой стойкостью, мне кажется, очень надолго хватит, и еще плюсом, можно, конечно же, выбрать вот такую, да, коробочку, где тоже, ну, вот представьте, да, взяли в поездку, и все, и вам вообще просто ничего не нужно, можно, мне кажется, дешевле будет, или не дешевле, наверное, также будет, либо набором купить, но нужно смотреть, может, какие-то акции, либо отдельно, если покупать, то можно три штучки выбрать, да, какой-то флакон основной, и какие-то послаще, потяжелее ароматы, как-то так, да, вот выбрать, я бы, кстати, купила, мне вот очень понравился от Tom Ford, ну, аромат, по-моему, ну, да, вот такой вот он, черный, с такой вот плоской, такой какой-то полукруглой, какой-то вот такой золотой крышкой, это нечто, я бы с удовольствием купила в усакреэйшн 25 миллилитров, тех же самых, или даже в миниатюрочке 3 миллилитра, то есть это тот аромат, который я на повседневке носить не могу, но насладиться, вот миниатюрочки вполне-вполне хватит, а даже от Ливан стоит бешеных денег, потому что, ну, там аромат очень дорого стоит, мне не обязательно именно такой, я бы хотела, ну, вот плюс-минус, да, вот что-то в этом духе, меня бы это радовало, и мне этого было бы достаточно, все, наболтала огромное количество времени, еще будем с вами встречаться, я, наверное, создам какую-то отдельную папку для усакреэйшн, наверное, как-то надо вообще мне все ароматы, все парфюмерные видео разобрать по папкам, я думаю, что будет вторая и третья часть, ну, три точно части будет, потому что там нам еще, знаете, тестировать и тестировать, там мужских много, ароматов женских, также очень много, в общем, будем дальше тестировать, буду снимать, но завтра уже не будет усакреэйшн видео, завтра будут другие парфюмерные видео, потому что я хочу подольше познакомиться с ароматом, который вчера для меня был каким-то открытием, и он стоит под большим вопросом, он такой претендент на приезд ко мне, на покупку, все, мои дорогие, огромное все спасибо, пока-пока.